Время новостей на телеканале Север. Студия Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем сегодня. Слава тебе, защитника Отечества! В Ненецком округе почтили память тех, кто в разные годы оборонял великую державу от врагов. Прямо со станка. Парк единственного в округе авиапредприятия пополнился новым вертолетом Ми-8. Винтокрылую машину перегнали из авиационного завода в Улан-Удэ. Святая и чистая. В окружной столице при Богоявленском храме открылась водосвятная часовня. На ринге лучшие в зале единоборств. Состоялись первенства и чемпионат Ненецкого округа по боксу. В нашем эфире интервью с победителями и видеобоев. Президент России Владимир Путин в рамках поправок в Конституцию исключил любые изменения фундаментальных прав человека. Об этом сообщил газета The Washington Post, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложения о внесении изменений в Конституцию, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес. Он отметил, что всего будет порядка 40 поправок. Мы обсуждали ситуацию с президентом несколько раз. Его позиция очень твердая и сильная. Он заявил, что базовые права и свободы останутся нетронутыми, заявил парламентарий. Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправке в Конституции. Ранее спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении. В Нарьинмаре почтили память защитников Отечества. Торжественное мероприятие, приуроченное к празднику, состоялось в воскресенье 23 февраля. Участники акции возложили цветы к обелиску Победы, памятникам ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов и подвигу участников олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны. Ольга Руссул с подробностями. День защитника Отечества имеет богатую историю. Впервые он отмечался в 1922 году как День Красной Армии. В 1946 году стал носить название День Советской Армии Военно-Морского Флота. И только в 1993 году получил название День Защитников Отечества. А с 2002 года приобрел статус праздничного нерабочего дня. Торжественная церемония началась у обелиска Победы. Собравшиеся возложили цветы к вечному огню. День Защитника Отечества – это тот праздник, который действительно очень важен для каждого. А для тех, кто служил в вооруженных силах, он, наверное, еще ко многому и обязывает. Но это первое. Второе, что этот праздник, мы всегда говорим о том, что он в этом году особый. Потому что это год 70-летия Победы Великой Отечественной войны. И это накладывает дополнительные обязательства всех нас. В ряде рабочей крестьянской и Красной армии в годы Великой Отечественной войны из Ненецкого округа было мобилизовано 9383 человека. Треть из них не вернулись с полей сражений. Глубоко личный праздник. Потому что в своей жизни я стал военным благодаря моим дедам, которые защищали Великую Отечественную войну, нашу родину. Это те, кто брал Берлин. Я, к сожалению, слишком поздно узнал, что у меня дед 2 мая, который был ранен, он взял Берлин, за что был награжден. Второй дед был водителем, он прошел и финскую, и Великую Отечественную. И вот это все наложило на меня отпечаток, что нужно Родину защищать. Традиционно в этот день в Ненецком округе жители отдают дань памяти всем защитникам Отечества, участникам всех войн. 23 февраля – День воинской славы всех ветеранов. В этот праздник, День защитника Отечества, мы, ветераны боевых действий, еще раз вспоминаем тех, кто погиб за нашу страну, кто сохранил границы России, тех, кто выполнил свой долг до конца и остался верным присяге. Торжественная церемония продолжилась у памятника участникам олено-транспортных батальонов. Военный совет Архангельского округа 22 ноября 1941 года особым строго секретным постановлением обязал Ненецкий окровоенкомат поставить для нужд Карельского фронта 6 тысяч ездовых оленей, 120 грузовых и легковых нарт с упряжью им мобилизовать на фронт 600 каюров, рыбаков и охотников, знающих оленеводство. В феврале 1942 года в Рикосихе были сформированы 5-я и 6-я оленелыжные бригады, которые вошли мобилизованные из Архангельской области, Ненецкого округа и Коми-республики. И среди тех, кто сегодня пришел отдать дань памяти героям Второй мировой, внуки и дети участников Великой Отечественной войны. Валя на транспортном батальоне в ноябре, по-моему, 1941 года, ушел мой дед. Звали его Яков Иванович Поздеев. Он был ездовым, был военным санитаром. В 1941 году в Ненецком округе был организован сбор средств в фонд обороны страны и теплых вещей для солдат Красной Армии. Всего за годы войны жители округа отправили на фронт более 30 тысяч теплых вещей. Семья Якова Поздеева тоже собрала посылку, а маленький сын Макар написал сопроводительное письмо. Посылка адресовалась любому бойцу, но произошло невероятное. И папа мой там выложил туда письмо, обращение было такое, там дорогой красноармеец или что-то, вот в этом духе было такое. И пришло письмо на Карельский фронт, вот представляете, и пришло вот в ту часть, где воевал дед. Вот, вот, значит, и как бы там кто раздает эти посылки-то, да, открыли письмо-то и говорят, отца звали Макар, имя редко и по тем временам тоже. И вот, значит, кричат там Поздеев, Яков Иванович, есть у тебя сын Макар? Есть. Как у тебя мать зовут? Ну, Устинья. Так ты посмотри, эта посылка-то из своего дома. За всю войну участники оленных транспортов вывезли с линии боевых действий на Кольском полуострове более 10 тысяч раненых. Доставили по бездорожью на передовую 8 тысяч военнослужащих. Перевезли 17 тысяч тонн боеприпасов. Эвакуировали из тундры, часто под огнем противника, 162 аварийных самолета. Каждый третий солдат олене транспортных батальонов в родную тундру так и не вернулся. Якову повезло. В 1945 году он пришел домой. После возложения цветов к памятнику делегация посетила воинские части, расположенные на территории Наринмара и поселка Искателей, где приняла участие в торжественных построениях и поздравила руководство и личный состав с Днем Защитника Отечества. В Нинецком округе волонтеры Победы поздравили с Днем Защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. В регионе их осталось всего 6 человек. Ребята подарили письма от жителей округа и открытки, которые смастерили юные ученики третьей школы. В свою очередь ветераны рассказали ребятам про свои детские годы и события Великой Отечественной войны, о которых они помнят. Папа у меня тоже свое здоровье во время войны потеряла, разбилась. Вот она меня 20 лет ростила и все, и она болела. Болела папа с войны, так и не пришел, вот сегодня сидела, перечитывала его письмо. Единственное письмо, которое до меня, до нас дошло, а второе письмо у сестры в Ленинграде осталось. И будем эту войну вспоминать, что мы делали в 1941-1945 годах. Ой, как война была. Тяжелая война. Я и раненый был на это до сих пор. Ну, господин. Вроде так, ничего, все нормально, а потом прошло года, чем рано открылось. Добавлю, 5 марта пройдет акция «Письмо Победы», где любой желающий сможет выразить слова благодарности не только окружным ветеранам, но и всем защитникам Отечества времен Второй мировой войны. Еще один новый вертолет для Нарьинмарского объединенного авиаотряда приземлился накануне в воздушной гавани окружной столицы. Ми-8 перегнали из Улан-Удэ. В 2020 году это уже вторая винтокрылая машина, которая пополнила авиапарк единственного в Ненецком округе авиапредприятия. Вертолет оснащен современным навигационным оборудованием и внешними дополнительными топливными баками. Подобная техника уже имеется в парке авиапредприятия и пользуется повышенным спросом не только для пассажирских перевозок между отдаленными уголками Заполярья, но и у недропользователей. Так, по итогам работы за 2019 год Нарьинмарским объединенным авиаотрядом перевезено более 85 тысяч пассажиров, из них 25 тысяч по местным воздушным линиям и более 60 тысяч на месторождении и нефтепромыслы, а также порядка 250 тонн грузов в населенные пункты Заполярья и более 4,5 тысяч тонн грузов для недропользователей. Покупка винтокрылых машин реализована в рамках программы «10 лет – 10 вертолетов», которая нацелена на обновление парка для стратегически важного авиапредприятия Заполярья. Программа составлялась с учетом того, что по календарям через 10 лет, то есть к 1927-1928 году, большая часть из тех воздушных судов, которые достались нам из советских времен, они выйдут из эксплуатации. То есть по подсчетам из старого парка останется 4 вертолета. Поэтому была сверстана эта программа «10 лет – 10 вертолетов». Мы идем с небольшим опережением. Добавлю, начиная с 2016 года авиапарк Нарьинмарского объединенного авиаотряда пополнился шестью вертолетами, три коммерческих машины и три так называемых санитарных вертолета. Хорошая новость для православных христиан Заполярья. В окружной столице открылась водосвятная часовня. Специальный обряд провел епископ Нарьинмарский Мизенский Иаков. Теперь набрать освещенную воду все желающие смогут в любое время. Благословен Бог наш, всегда ныне и пристай в веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Построить водосвятную часовню рядом с храмом Нарьинмарской епархии было решено еще три года назад. Осенью прошлого года сруб был установлен. Мои друзья в Москве пожертвовали средства. Они купили сруб. Я специально делал проект сам, для того, чтобы был органичен в нашем ансамбле церковных строений, соборной площади. Он был доставлен из Кирова. Строительство велось, отстоялся почти год. И вот с Божьей помощью мы осветили сам источник на Богоявление, когда освещаются все воды, а сейчас осветили уже часовню в честь святителя Николая. В ближайшее время в часовню из Москвы будут доставлены две иконы святителя Алексея Московского и икона Иверской Божьей Матери. Так что сейчас каждый человек может уже приходить. Я сегодня объявил всем в храме. Может черпать эту воду и святую, и простую для приготовления пищи, для вкушения, для приготовления всех потребностей. И священную, для того, чтобы освещать себя, вкушая предначатки каждого дня. Стежевая освящение, благодать и крепость, душевную и телесную. Всех поздравляю, наших соотечественников и северян, что мы обрели эту святыню. Приходите за водой. Заглянуть за кулисы Ненецкой телерадиовещательной компании сегодня удалось ученикам первой городской школы. Сотрудники Севера показали, как работают и чем занимаются журналисты, рассказали об основах телевизионной и радийной кухни. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Иван Тайборей впервые оказался в телерадиокомпании. Его мечта – стать корреспондентом федеральных каналов. Впрочем, после экскурсии Ваня задумался. Мне напомнилось больше всего, когда человек делал музыку, и там некоторые говорили по радио, что происходит, там всякие мероприятия, викторины. И еще вот эта студия понравилась, когда тебя спрашивают, и ты говоришь, что случилось. Это очень интересно. Одноклассница Ивана Варвара Орлова на экскурсии смогла попробовать себя в роли ведущей новостей. Школьница мечтает связать свою будущую профессию с творчеством. И, возможно, эта экскурсия поможет Варе сделать выбор. Тебе больше понравилась работа ведущей новостей? Почему? Потому что рассказывать можно, ну, разное что-то можно рассказывать, то, что интересное что-то необычное происходит. Экскурсия в телевизионный мир началась с самого творческого коллектива – журналистов. Школьникам рассказали о тонкостях написания новостных материалов, а также раскрыли небольшие секреты телевизионной кухни. Берем с собой оператора, выезжаем на место событий. Операторы снимают на видео все происходящее. Корреспонденты, соответственно, с микрофоном берут интервью, разбираются в происшествии, в том, что происходит. Мы возвращаемся сюда, на работу. Пишем полностью сценарий, так сказать, историю. Видеоматериал, который отсняли операторы, мы отдаем монтажерам. Далее ребята отправились в сердце телеканала «Север» аппаратно-студийный блок. Им удалось окунуться в мир телевидения. Ребята разделились и исполняли роли корреспондентов, операторов, режиссеров и ведущих новостей. Следующая остановка – теплое радио «Севера». Ребятам выпала уникальная возможность увидеть ведущих в прямом эфире и даже помелькать на радиоволнах. Всем привет, дорогие друзья! Ну что, всем здравствуйте, друзья! Школьникам рассказали о специфике работы, о том, как создаются радиоэфиры и многое другое. Отсюда ведутся все прямые эфиры. То есть ребята сидят там, ведут эфиры. Здесь сижу я и выпускаю эфир, ставлю музыку, ставлю программу. Да, то есть здесь вот у нас стоит компьютер, который вещает всю музыку. То есть вся музыка, которая есть на радиостанции, все вещается отсюда. Все программы. Программы делаются у нас в той студии, перекидываются здесь на этот компьютер и отсюда уже ставятся в радио по всему округу. Также вы можете нас слушать не только по радио, но и в интернете вообще во всем мире. Экскурсия по Немецкой ТРК прошла в рамках профориентационного месячника. На этот раз к нам пришли ученики 2-го В-класса школы номер 1. Сегодня мы побывали в ТРК «Север». Ребята в восторге. Смотрю, многие уже и желают стать и ведущими, и корреспондентами. Также мы планируем посетить полицию, так как у ребят большое желание именно посмотреть на эту профессию, узнать, как работают, с чем занимаются. Профориентационные экскурсии – это возможность познакомить обучающихся общеобразовательных организаций с многообразием специальностей. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». И в завершении выпуска новости спорта. В Нарьинмаре выявили лучших боксеров. В зале единоборств состоялся чемпионат и первенство среди юношей от 7 до 18 лет. Соревнования приурочили ко Дню Защитника Отечества. Зрелищные бои и интервью с победителями в следующем материале. Это его первый выход на ринг. Начало боксерской карьеры. Егору Филиппову всего 7, впрочем, ведет он себя, как взрослый спортсмен. И пусть парень в красной форме немного волнуется, но виду не подает и уверенно атакует соперника. Удар за ударом, атака за атакой. Позади три раунда и победа в этом бою достается боксеру в красном углу ринга. Почему ты выбрал бокс? Он такой сильный, смелый. Надо бои там, побеждать. Что нужно сделать для того, чтобы победить? Защита и смелость и бить Фида. И, конечно, без поддержки близких первый бой дался бы труднее. За дебютом сына следили его главные болельщики – родители. Слезы, не знаю, адреналин такой. Конечно, там даже, не знаю, не за своих ты так переживаешь, а за своего тем более. Первый бой, да и вообще любой бой. Главное и психологически подготовиться, не перегореть. То есть, ну, формируется он уже как все-таки человек. Он формирует свои эмоции. Потому что можно перегореть до боя. Вроде и физически ты хорошо подготовлен, подготовлен. А психологически раз перегорел, и все. И бой проиграл уже заранее. И вот на ринге более опытные боксеры. Одна из самых тяжелых весовых категорий. Здесь удары намного точнее и сильнее. Уже прослеживается хорошо отработанная техника. От последнего боя поддержим боксера. В одном из самых зрелищных боев в титул победителя вырывает студент социально-гуманитарного колледжа Роман Кулешов. За плечами спортсмена участие и победы в соревнованиях различных уровней. Поэтому для него поединок не такой уж и сложный. Можно сказать, легкий. Просто я немного, как-то серьезно не отнесся. А так, если бы я правильно все делал, я бы еще раньше закончил бой. А так, очень интересный соперник попался, высокий. Первые бои, когда у меня начиналась карьера, я, конечно, волновался постоянно. А сейчас только одна цель – победить. И все, никакого страха, только уверенность. Кстати, оба наших героя тренируются у титулованного боксера и тренера Анатолия Широкова. Как признается наставник ребят, хороший результат в бою зависит от двух составляющих – морального настроя и регулярных тренировок. А стимулом для ребят выступает возможность выезжать на межрегиональные и международные соревнования. Например, не так давно сборная Ненецкого округа по боксу вернулись из Йошкаралы, где достойно представили честь региона. 192 участников собралось. Как бы, я скажу, сильный турнир, конкурентно создали. Ребята тоже хорошо выступили. Получается, 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзы. В этом же турнире проигравших нет. Все участники, а это 30 боксеров от 7 до 18 лет, получили награды. Соревнования были организованы Федерацией бокса Ненецкого округа. Прогресс у ребят есть, мы отправляем их на сборы. Нас очень хорошо поддерживает глава субъекта. Мы очень благодарны нашим друзьям и партнерам Ненецкой нефтяной компании, которые дают нам возможность отправлять ребят на тренировки, на сборы, где они повышают уровень и качество своего мастерства. Также по результатам боев будет сформирован список нового состава сборной Ненецкого округа. И уже в мае спортсмены отправятся на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа. Алина Волчейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.